Приветствую, друзья! На самом деле TempoTech Sonata E44 это уже третья инкарнация модели BHD. Первая версия была выпущена со 120 мВт мощности и имела балансный 2,5 мм выход. Второе поколение называлось Sonata E35, имело обычный небалансный 3,5 мм выход и 80 мВт мощности. Ну а сегодня мы поговорим о самом последнем решении, которое учло все достоинства и недостатки каждой из прошлых версий. Получилось, на мой взгляд, ну просто потрясающе, но давайте вот обо всем по порядку. Собственно, поехали. Пришел ЦАП в небольшой по габаритам картонной коробке. Как видно, по изображению дизайн Sonata E35 решили вообще не менять. С обратной же стороны находится официальный сайт компании, где можно скачать драйверы для старых операционных систем и конечно же поддержки ASIO. Внутри я нашел две пленочки на переднюю и заднюю часть устройства, салфетки для подготовки поверхности, маленькую наклейку с логотипом пройденной HRS-аудио сертификации, переходник с Type-C на стандартный USB для подключения к компьютеру или, например, телевизионной приставки, а также еще один небольшой переходник с пентаконом в виде штекера и 3,5 мм на выход. То есть это переходник с балансного 4,4 мм на классический небалансный выход. Довольно редкая штука. Кабель здесь очень гибкий, с защитой от перелома, а сами штекеры выполнены из металла и имеют позолоченные контакты. В аналогичном же стиле оформлен и сам ЦАП. Только тут уже две вставки в виде кабеля с 4,4 мм выходом и входом на Type-C. Посередине же находится основной металлический блок с логотипом компании и качелью хардварной регулировки уровня сигнала. То есть это не системная громкость, а своя внутренняя. Выгода от этого очевидна. Если выставить максимальный уровень сигнала на источнике, то тем самым удастся избежать всяких ненужных пересчетов. Ну или можно использовать цифровой плеер вроде моего xDUX10T2. Данный аппарат изначально заточен для подключения к нему вот таких вот различных внешних ЦАПов. С обратной стороны, друзья, здесь ничего интересного нет. При работе девайс почти не греется, немного торчит из кармана и, что важнее всего, не имеет никаких лишних шумов в паузах, что для столь мощного устройства довольно большая редкость. Своего питания аппарат естественно не имеет, но лично я был очень удивлен, когда узнал, сколько же ЦАП потребляет. На 5 вольт это всего 0,63 ампера. Для сравнения, старая версия с мощностью всего 80 мВт потребляла на 0,004 ампера меньше, то есть для своих возможностей аппарат нереально экономичен в плане аккумулятора источника. Через переходник на USB герой обзора подключается к компьютеру, Smart TV, ну или через Type-C напрямую в Type-C вход вашего смартфона. На Windows 10 ничего дополнительно устанавливать не нужно. Если же у вас какая-нибудь старая версия или есть необходимость в интерфейсе ASIO, то просто скачайте специальные драйверы с официального сайта компании. Адрес сайта, как я уже упоминал, находится на коробке. Драйвер тут 32-битный от Bravo, если вам это о чем-нибудь говорит. Определяется же девайс как Sonata BHD, что собственно и маркирует всю серию. Из коробки для нас сразу же доступна поддержка разрешения до 32-бит, 384 кГц, нативный DSD-256 и Wasabi Exclusive с его Push и Event. Я, честно говоря, поставил драйвера, затем их снес. Для моих текущих задач ASIO на ПК особо не нужен. Так что это чисто на ваше усмотрение. Смартфоны на Android тоже автоматически определяют устройство и готовы работать с ним через системный микшер на абсолютно любых приложениях и стриминговых сервисах. Однако максимальное качество будет только в режиме BitPerfect с поддерживающими его программными плеерами. Для примера можно, например, упомянуть Hibe Music, Fio Music, USB Audio Player или Neutron. Покупать же отдельный цифровой источник для подобного формата устройств нет никакой необходимости. Хотя почему бы и нет. Вместе с SAP мы получаем такой полнофункциональный аудиоплеер. Громкость на девайсе присутствует, это уже хорошо. По выходу производитель рассудил так. Самый актуальный на сегодня разъем это балансный пентакон на 4.4 мм. Однако лишь у незначительного числа меломанов есть наушники с соответствующим кабелем. Поэтому в комплект нам добавили еще второе звено этой цепи. Изначально я даже подумал, что это переходник с 4.4 на 2.5 и не обратил на него особого внимания. Однако переходник с баланса на небаланс это вообще жир и хорошее приобретение в любую коллекцию. Пока что придется вот так вот подключать, но позже рекомендую обязательно докупить кабель с пентаконом к вашим любимым наушникам. Я же слушал и так и так, поэтому мои изыскания будут касаться как прямого подключения через 4.4 мм, так и посредством переходника на 3.5 мм. Согласен, такая длинная цепь не очень практична, но ради 175 мВт мощности на 32 ума нагрузки, я считаю, можно и потерпеть, поскольку громкости тут даже описать сложно с каким запасом. Аппарат уверенно тянет большую часть в самых тугих полноразмеров, ну и за исключением каких-то уж совсем экспериментальных моделей. По измерениям у нас тут все позиции в положении отлично, кроме взаимопроникновения каналов, где оценка стоит очень хорошо. Ровно такая же особенность, кстати, была и у прошлой версии модели. А так, превосходная кривая АЧХ, шумы далеко за уровнем человеческого восприятия, прекрасный динамический диапазон и все искажения ниже уровня минус 100 дБ, причем как гармонические, так и интермодуляционные. По взаимопроникновению каналов на исходниках лично мне ничего не видно, но тестер, видать, копает еще глубже. С фазой здесь тоже все более-менее нормально. В звучании же прежде всего хочется выделить просто превосходную резкость, хлесткость и выразительность материала. Чему в достаточной мере мы обязаны, конечно же, повышенной выходной мощности. Переключая вперед-назад, я сравнил Sonata E44 с Айбаса DC03, а у Direct Atom 2 и почти мифическим ЦАПом X1. Atom 2 звучит куда сочнее, центрированнее и можно даже по-аналогу мягко. На его фоне Sonata окажется много резче, чуть приближенной к слушателю и с заметным выделением верхней половины спектра. Так что жирнее из них именно Atom, а взрослее, на мой взгляд, Sonata. Немало удивило меня и сравнение с DC03. В этом плане я ждал практически паритет со скидкой на мощность, но ситуация оказалась схожей с Audirect. Айбаса заметно массивнее, с лучшим балансом, но, очевидно, ниже по уровню. Разве что X1 выдал ровно то, что от него и ожидалось. Он еще ярче и намного проще. Хотя там и по ценнику уже все понятно. У Айбаса DC04 столь же круто по мощности, напору и общей массе. Однако выразительность, артикуляция и техничность серьезно ниже. Если же судить по интервалам, басы тут глубокие, хлесткие, динамичные, но чуть задвинутые на второй план. Вперед же выезжает комфортная слуху, телесная серединка с вокалом и разнообразными лидирующими инструментами. Как я уже и упомянул, вокал тут прям ощущается чуть приближенным к слушателю. И это при тестировании и сравнении на одних и тех же наушниках. Верха Sonata, на мой взгляд, слишком подсвечивает. Да, они здесь столь же естественны и достойны внимания, но центрированность от того сильно падает. А вообще, Sonata есть, E44 лучше всего сравнивать с Evandia 9038D, хотя у последнего ниже плотность средних частот и слабо выражен общий объем каждого инструмента. Герой же обзора, наоборот, имеет правильную массу, глубину и пространство. Чуть вся картина, конечно, смещена в сторону высоких, но это скорее подчеркивает какую-то просто невероятную техничность и агрессию ЦАПа. Это реально злой звук в положительном смысле. По наушникам я, друзья, не мудрствуя лукаво, выбирал в меру дорогие модели с хорошо выраженной музыкальностью, чтобы чуть снизить детализацию и резкость, и при этом добавить пивучести и глубины. В частности, модели Yandian Aladdin сыгрались с ЦАПом ну просто прекрасно. А связку с Tony King Flame 41 и балансным кабелем ICO KTU-01 я вообще выбрал в качестве основного источника звука в путешествии. Да это и не удивительно. Кушает аппарат очень скромно, в кармане места не занимает, это вам не кирпич плеера. Удобно и при этом сверхмобильно. Из музыки я снова погрузился в пучину старого доброго блюза и акустического джаза. Эти направления звучат ну просто превосходно. Металл, как по мне, чуток ярчит, но то зависит еще и от наушников. Электроника же реально завораживает. При этом никаких проблем в отработке атак, затухании или тембральной проработке тут и в помине нет. Все четко, корректно и очень прозрачно. Если вы любите небольшой такой уклон в яркость, скорость, драйв и просто адскую мощь, то Sonata E44 станет вам лучшим другом. Мне лично этот аппарат понравился куда больше iBAS и Evandei. У Atom с его чипом от ESS есть свой особенный шарм, так что прям выделить кого-то из них я не берусь. Что же касаемо прослушивания с балансного выхода и через переходник, то по балансу звучание кажется чуть громче и выразительнее, переходник немного тушит накал, но по прорисовке всего музыкального полотна и акцентирование все ровно так же. По возможности, конечно, обязательно докупите соответствующий кабель к вашим наушникам, но кардинально это ничего не изменит. Использование же с ЦАПом каких-то вот откровенно ярких наушников делает дисбаланс, как говорится, ну очень на любителя. С теми же Fio FH7 получилось слишком ярко на металле, хотя электроника и всякие акустические струнные от этого исключительно выиграли. Во всех смыслах кошерно ЦАП сыгрался, например CCZ Plume. Акцент на низких частотах у наушников гармонизировался с выделением на верхах у ЦАПа и получился такой правильный баланс частот. В качестве исключения могу привести лишь наушники SoundRime SR3 и SR5. Хотя они и полностью аналогичны по своему характеру с источником, но звучит это крайне гармонично и естественно. Недорогая динамика от TFZ на мой вкус ощущается уровнем ниже и тянет всю связку вообще не в ту сторону. От таких комплектов лучше воздержаться. А вот с TIN Hi-Fi T5 ЦАП спелся неплохо. Хотя и тут все логично. Т5 превосходно умеет скорость, которую столь щедро предлагает нам Sonata. Недорогие же гибриды KZ ZAS я вообще считаю лучшей рекомендацией к данному ЦАПу по соответствию цена-качество. Они тоже чуть подчеркивают низ, а следовательно общая картинка обретает верный баланс, выразительность, глубину и мелодичность. Итогом звучание мобильного ЦАПа Tempotec Sonata E44 лично меня, друзья, привело в откровенный восторг. За свои деньги это очень достойная реализация ЦАПа на двух Cirrus Logic CS43-131. Звучание получилось идеально прозрачным, живым и даже кабельку агрессивным с просто превосходной отработкой атак, резкостью и передачей эмоций. Немного ЦАП конечно дает крен верха, но это легко балансируется простым подбором наушников. Из недостатков можно отметить довольно громоздкую конструкцию, несменные кабели и слабую совместимость с медленной динамикой. Сюда нужно что-то, что раскроет скорость как потенциал источника. Достоинства же также запишем низкое энергопотребление, возможность использовать ЦАП из коробки как по балансу, так и через стандартный 3,5 мм выход, а также какую-то рекордную для подобного класса устройство выходную мощность, которой достаточно не только для каких-нибудь чувствительных внутриканальных наушников, но и для каких-то довольно требовательных к раскачке полноразмеров. Отличный ЦАП, Tempotec, Sonata очередной раз меня очень приятно удивили. А на этом у меня все, Tempotec Sonata E44. Всем добра, всем пока-пока, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом. Субтитры создавал DimaTorzok